МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, вкратце о сути дела, что им предъявляют. Год назад на выборах в Мосгордуму штаб Навального придумал схему краудфандинга его компании. Ну, поскольку возиться с безналичными переводами трудно, это единственный способ финансирования частными лицами компании-кандидата, то решили, что соратники по штабу будут жертвовать по миллиону рублей каждой, это проще, а те, кто хочет, уже будут возмещателем эти деньги через Яндекс.Кошелек, а это, собственно, очень просто. Ну, вот, собственно, Шурков, Янкавскас и Ляскин так и сделали, и теперь Следственный комитет утверждает, что они собрали на свои Яндекс.Кошельки всего больше 10 миллионов рублей, а потом их похитили. При этом важно, что все это уже происходило прошлым летом. Уже звучали те же самые суммы, звучали эти претензии, МВД и прокуратура проводили проверки по этому же самому поводу, и все заглохло. И вот теперь опять, снова. Что происходит? В чем дело? Собственно, это первый вопрос, который я хочу задать Марии Гайдар. Уже хотя бы потому, что она вместе с Ляскиным и Янкавскасом идет в Мосгордуму, тоже кандидатом от коалиции за Москву. Мария у нас в гостях. Здравствуйте, Мария. Добрый вечер. Ну вот, собственно, мой первый вопрос, он уже прозвучал. Как вы понимаете эти последние события, в которых выборы... Мы давно видим, что с Навальным, к сожалению, уже давно борются без всяких правил, и к любым людям, которые имели какое-то отношение к Навальному, с ними тоже борются без всяких правил. Ну, в ближайшем будущем, я думаю, они начнут приходить к его школьным учителям и проверять, проводить у них обыски на предмет того, не помогали ли они ему списывать на контрольной по географии. Ну и здесь, конечно, они также борются с неким продолжением кампании Навального. То, что выборы в Мосгордуму — это во многом продолжение той активности, которую разбудил Навальный в своих выборах. И поэтому они хотят таким образом напугать, деморализовать и показать, что туда не надо идти, избираться не надо. Ну, я со своей стороны не испугаюсь, я думаю, что другие кандидаты за Москву тоже не испугаются. Мы будем идти, и мы будем делать все, что возможно сделать сейчас для того, чтобы избраться и для того, чтобы изменить жизнь в нашем городе. То есть вы считаете, что это такой политический пиар, такое сопровождение кампании? Это запугивание, это попытка запугать. Но я считаю, что не надо пугаться. И единственный ответ на такие действия — это более активные действия и более активная работа. Ну, в частности, на самом деле, все равно возникает вопрос сам собой, потому что если уголовное дело и Навальный всегда, пока он не фигурирует в нем, и по логике вроде как бы даже и не должен, потому что если деньги похитили... Ну, получается, да, вроде как и у Навального. Это уже такая пошла первая производная, потом пойдет вторая производная, третья производная. Они пытаются взять всех тех людей, которые могут кого-то, ну, что-то сделать, которые могут кого-то активизировать. И у них формальным поводом является Навальный, вокруг которого они просто уже завели огромное количество разных дел, разных расследований, поэтому по этому поводу просто легче. Легче это сделать, проще. Уже дела раскрыты, следователи работают, группа есть. Но мне кажется, что это просто некий сигнал, очень такой неприятный сигнал, но тем не менее, мне кажется, что этот сигнал не должен быть поводом для нас сдаваться, останавливаться, и надо продолжать работать и бороться. Вот вы так спокойно и уверенно об этом говорите, а вот, собственно, с фигурантами этого уголовного дела вы буквально два дня назад стояли вместе, фотографируясь на презентации вашей предвыборной коалиции, и теперь вот, ну, такой пиар-отстрел, если угодно. Знаете, когда они работали в компании Навального, они знали, какой риск они на себя берут. И они, то, что такое может произойти, они, конечно же, ожидали. Это храбрые люди, которые сами выбрали свой путь. И выбрали этот риск, и поэтому я отношусь к ним с большим уважением. И я понимаю, что идя на выбор в Мосгордуму, есть риск. Для каждого человека, который пойдет, и для каждого человека, который будет независим. Но я готова этот риск взять, я лично готова, я уверена, что почти все кандидаты, может быть, все кандидаты коалиции за Москву, потому что, ну, мы верим в то, что надо работать, мы верим в то, что надо чего-то добиваться, мы верим, что надо делать то, что можно, в рамках возможного сейчас. Смотрите, ну вот про эти выборы в Мосгордуму. И как-то от них, от независимых кандидатов, от тех, кто в прошлом году ушел за Навальным, или как-то шел рядом, или вообще заявлял о своих амбициях, таких много было, общественных деятелей, их имена в общем на слуху. В результате вот ваша коалиция, это 10 человек, из них, ну, не всех фамилий люди в Москве на самом деле знают. Ну, в округах очень многих людей знают, эта же компания отличается, это не общегородская, это не компания на пост мэра, это компания людей, которые работают у себя в округах. Очень многие известны, тот же Константин Никаускас, очень известен в своем округе, тот же Николай Ляскин, достаточно активно работал. Эта компания другая. В Новокосино, да? Да, в какой-то степени это продолжение мэрской компании, а с другой стороны это более точная работа в каждом конкретном округе. И Навальный же был один, а сейчас уже 10 кандидатов. На самом деле на 10 человек больше. И все эти люди, они готовы работать, у них есть волонтеры, у них есть желания, у них есть команда. Я считаю, что это большой шаг вперед. Но тем не менее, я не совру, если скажу, что есть ощущение, что гора родила мышь, если угодно. То есть та гора, которая выстроилась прошлым летом, из нее... Помните, как все начиналось? Когда тогда не было никакой горы, все начиналось с микровозможности, которые все считали ничтожными, что Навального зарегистрируют. Потом говорили о низком рейтинге, а потом мы получили то, что мы получили. Практически второй тур. Да, практически второй тур. Поэтому сейчас я бы не говорила, что гора родила мышь. Есть уже организованные люди, которые хотят и могут работать. Они научились на предыдущей кампании. Они готовы эти знания, этот опыт закрепить, усилить на этих выборах. Есть кандидаты, которые готовы идти, готовы вкладывать в свое время, свои силы, свои деньги в эту избирательную кампанию. Настолько сильно они хотят, настолько сильно они верят. Верят и в свою правоту, и в необходимости этой работы. Я считаю, что это огромный, колоссальный успех. Раньше речь шла только исключительно о том, что идут отдельные люди, муниципальные депутаты. Теперь мы говорим о том, что люди готовы работать на все округа, готовы собирать подписи, которых надо собирать очень много. Ведь власть, она всячески урезает возможности к избранию. Вначале убрали списки партийные, потому что боялись, что Единая Россия не наберет. Потом сделали регистрацию 3%, приявки на выбор на городу 10-15. Но тем не менее, при всех этих условиях люди все равно идут, идут, идут вперед. И вот само это желание идти вперед, и тех людей, которые они мобилизуют для того, чтобы идти вперед, это все огромная сила, это все социальный капитал уже сам по себе. Те люди, которые поучаствуют в кампаниях, они, может быть, сами будут куда-то избираться потом. Они могут работать на других кампаниях. Может быть, они будут работать на кампаниях в Государственную Думу. Может быть, они станут профессиональными активистами, увидят, как и что. Нет, потому что есть запрос на профессионального политика, в этом, кажется, нет сомнений уже давно. Вы знаете, такая апатия у многих людей, а все равно люди идут, они борются и готовы что-то делать. Мне кажется, это очень хороший знак. Это значит, что люди связывают и с Россией, и с Москвой свою судьбу, несмотря ни на что. Вы имеете в виду кандидатов? Кандидаты, да. Еще на то, что у нас есть те, кто за них проголосует. Вы знаете, идут, люди, волонтеры приходят. Потому что люди хотят работать, люди не хотят впадать в уныние, люди хотят что-то делать. А когда ты что-то делаешь, становится легче принимать то, что происходит вокруг. А у меня вот еще про вас вопрос. В смысле, вот вы говорите, ваша компания, продолжение компании Навального. Да и, собственно, ну вот эта коалиция, она как бы заявляет, это дух, вот тот дух Навального, который сейчас продолжается, реинкарнировался, как сфинкс. В этом смысле, с одной стороны. С другой стороны, вы сотрудничаете с мэрией, это известно. Вы, если я не ошибаюсь, вы сейчас советник. Нет, я его уже не советую. Сейчас уже нет. Я директор фонда «Социальный запрос». Но, тем не менее, тем не менее, вы заявляли об этом и говорили, что ваша задача, у вас проект по, собственно, по здравоохранению Москвы, который активно сотрудничает с московской мэрией. Моя задача решать те проблемы, которые есть у жителей. Максимально эффективно. Моя задача, пройдя Мосгордуму, сделать так, чтобы бюджетные расходы, а это 150 тысяч рублей на каждого жителя, расходовались гораздо более эффективно. Моя задача решать те проблемы, которые у людей накопились. Например, у ТСЖ. У них фактически украли огромное количество собственности. Эту собственность надо помочь им вернуть. На законодательном уровне это будет сделать проще. Если для этого надо будет с кем-то разговаривать и с кем-то сотрудничать, значит, надо будет сотрудничать. Но сотрудничать не для того, чтобы сотрудничать и находиться в сотрудничестве, а для того, чтобы эти проблемы решать. Ну, позиция депутата Мосгордума, она гораздо менее политическая. Это все-таки представитель людей и человек, который пытается добиться решения их проблемы. Должен добиваться решения их проблемы максимально эффективно. Вы идете в самом центре Москвы. Да, это приесни Арбат-Хамовники. Приесни Арбат-Хамовники. И мы ждем именно в этом округе увлекательной борьбы. В частности, с вами вместе, Павел Круглук, уже он, собственно, объявил об этом, и уже мы это даже обсудили. С ним идет Леонид Ермольник, самый, видимо, известный участник московских выборов на сегодняшний момент. Вам придется делить одного избирателя. Вам никуда не деться. Похоже на то, что вы будете делать. Мне кажется, задача найти своего избирателя. Я иду работать в Московскую городскую думу, работать в Московской городской думе профессионально. Моя задача убедить жителей, что я смогу решать их проблемы. Я хочу убедить жителей и активистов, что я смогу стать для них голосом. Для того, чтобы делать работу Мосгордумы более эффективной, более открытой. Для того, чтобы представлять те проблемы, которые у них накопились. А у жителей огромное количество проблем. Проблем с... Они на местном уровне их пытаются решать, но не могут. Проблемы с управой. Проблемы с... Проблемы с префектом. Проблемы с парковками, с тем, что не туда заворачивают движение. Проблемы с тем, что закрывают ярмарки выходного дня. Проблемы с беспределом. Просто местных даже чиновников. Вот у женщины по улице Большая Грузинская, 39, делают ремонт ресторан. Так, что уже обвалил. То есть они снесли несущую стену, там дом может обвалиться. Ну, кусок дома может обвалиться. Она пишет жалобу. У нее вот такая вот папка жалоб. Каждый раз местные чиновники дают отписку, что там ничего такого не происходит. Там просто делают небольшой, маленький внутренний ремонт. Ну, понимаете, вот эти люди, они должны иметь возможность как-то решить свои проблемы. Сейчас такое возможности зачастую нет. Вы знаете, мне кажется, что эти люди, кроме всего прочего, еще с трудом вообще сегодня себе представляют, что такое Мосгордума. И убедить их прийти на выборы, это будет какая-то огромная, я не знаю, насколько она вообще решаемая задача. При том, что есть такое ощущение, что компания проходит так, административным образом, чтобы явка не была специально высокой. Вот я как раз надеюсь, что Леонид Тремолик поможет решить эту проблему. А, то есть люди придут на выборы? Да. Тем не менее, вы чувствуете в этом проблему, что люди не приняты, что такое Мосгордума, еще все заняты, еще лето. Какие выборы, куда, что это вообще? Действительно, такая проблема есть, но наша задача, тот административный ресурс, который будет у власти традиционный, провести свой ресурс, провести убежденных людей, которые пойдут и сознательно проголосуют. Наша задача, вот, прямо вот за руку провести, провести тех людей, которые разделяют наши взгляды. Вот это задача компании. Я планирую проводить встречи, я планирую встретиться с 10 тысячами людей лично за время этой компании. Сначала надо будет собрать подпись. Да, надо будет собрать. Вы еще не кандидат, да? Надо будет собрать подписи. Я буду собрать подписи. Я уверена, что подписи можно собрать. Есть такое распространенное мнение, мне кажется, что многие поддержат, что подписи собрать невозможно. Подпись собрать возможно. За время, которое дается на сбор подписей, нужно собрать 200 подписей в день примерно. 200 подписей в день, если есть 50 волонтеров, то это по 4 подписи на человека. Это реалистично, это нормально, это возможно. Поэтому, да, возможно, что все равно не зарегистрируют. Но подпись собрать возможно. И моя задача, и задача других кандидатов на практике доказать, что это возможно. И нашим успехом, к сожалению, будет тогда, когда мы эти подписи спокойно научимся собирать, и в следующий раз от нас потребуют не 3% подписи, а 10% подписи, 20% подписи, 100% подписи. Хочу вернуться напоследок к тому, с чему мы начали. Вы говорите, ну вот это компания запугивания, уголовное дело, фигуранты Ляскин, Мкаускас и так далее, их хотят запугать, деморализовать публику. Есть еще альтернативная версия, на самом деле, этих событий, поскольку силовики пришли, в том числе и в компанию «Яндекс.Деньги», и там происходили какие-то мероприятия, то, ну, звучит всегда такая логика, ну, ищи, кому выгодно, а у нас как раз на днях появился новый государственный поисковик, который называется «Спутник». Вы, кстати, успели им попользоваться? Да, я посмотрела. Ну вот, а что вы думаете про эту версию, и что вы думаете про него? Ну, знаете, тренд понятен, тренд задан, поэтому все, что происходит сейчас, из этого тренда не выбивается никак. Поэтому здесь можно говорить о том, что это в «Яндекс» кто-то пришел, или кто-то когда-то пришел на пост президента Российской Федерации, вот, я думаю, что скорее в этом проблема. Вот, а если говорить о тренде, то он понятен, очевиден, это будет действительно попытка всех запугать, деморализовать, а наша задача не деморализовываться, этому сопротивляться. Что касается «Спутника», ну ничего, «Спутник», посмотрим, что будет дальше. Я очень люблю «Яндекс», я очень горжусь «Яндексом». Я очень горжусь, что «Яндекс» – российская компания, которая может конкурировать действительно на мировом уровне по качеству своих продуктов. И, конечно, мне очень жалко и очень обидно, если против «Яндекса» будет вестись какая-то работа, и те достижения, которые «Яндекс» смог добиться, что это все будет, ну, все это будет сведено на нет, и придут силовики, и все испортят. Спасибо. Мария Гайдар, мы говорили с Марией Гайдар о выборах Мосгордумы, и вот о «Яндексе». Я тоже думаю, что версия, что тут пришли туда силовики...